друзья мы сегодня целый день сергеем и андреем проработали в ботаническом никитском саду сейчас там бал хризантем я написал по моему 4 этюда постепенно вам буду показывать и мы начали сегодня со сложной задачи ребята сами попросили больше дизайну и писали работу где то он не важен а важно разделение на отношения между составными частями пейзажа это все-таки некий вызов привычной схеме когда тон во главе угла на холсте постоянно происходит эксперимент важно добиться как сергей сегодня сказал чтобы сложилось все чтобы картина зазвучало этюд неважно какого размера чтобы произошло внутренние ощущения когда ты понимаешь звучит все складывается все работает несмотря вроде бы на вранье в цвете на вранье в тоне но мозаика этих навранных кусков работает мы обязательно это будем изучать на предстоящих классах и будем делать такие экспериментальные работы выглядят они совершенно странно непривычно процесс продолжается долго я писал этот небольшой этюд может быть там уже было в законченных я не знаю 20 работ но я искал вот это ощущение вот когда сложится когда мне самому все нравится это конечно некая субъективная категория мне нравится а другим нет меня это не волнует для меня важно существовать быть в этой в этом эксперименте это какой-то шаг в новый вкус которого у меня нет ты же создаешь работу нового для тебя вкуса ты как бы исследуешь а вот это будет интересно цепляет тебя как художника или нет или еще или еще что-то попробуйте пробуешь 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 николай спрашивает разве если нет навыка писать отношениями а есть привычка раздельного видения можно делать упор на скорость письма что важнее определить отношения даже не закончив не прикончив сюжет или быстро написать абы как раздельное видение это не абы как это на мой взгляд из области некой фантазии некого дизайна мозаичности такой скорость письма у всех разная на мой взгляд к этому не нужно вообще привязываться вот как пишется так пишется главное чтобы это было осознанно а не тяп-ляп ах и что получится вдруг получится осознанно это ты значит понимаешь что сейчас происходит ты видишь зеленый а берешь ультрамарин ты видишь этот тон самый темный а ты берешь светлее это некая игра она может закончиться поражением а может закончиться какой-то новизной и удачей так что я за эксперименты в этой области и мне интересны художники кстати недавно с батома разговаривали есть такое есть интервью где я спрашивал о тоне и он тоже подтвердил что тон не всегда важен он как-то сказал своими словами я не вспомню цитату но он говорил если живопись ну как бы одухотворена если она из каких-то горних империя исходит тот он не важен ну примерно так и в его работах мы это видим что эти сочинения блистательные сочинения но ты их воспринимаешь как новый взгляд новую организацию пространство тебя убеждает это новизна ты видишь что это сочинено но сильно цепляет мне это нравится и иногда я делаю такие работы но как кстати сегодня тоже была такая работа татьяна загрекова я любитель когда пишу и получается по моему мнению испытываю массу положительных эмоций но когда эту работу видит профессионал то оказывается что много или иногда совсем чуть-чуть не то и после исправлений не всегда но все-таки не могу на работу такую смотреть не мое и все но считается что нельзя влюбляться в свою работу но как же без любви татьяна вот например вы готовите запеканку да если в нее не влюбиться в то что делается шкварчит на сковородке там издавая ароматы да еще есть вот так зажав нос да то есть не ощущая ни вкуса не запаха просто чтобы затолкать туда в топку понакидать чтобы там что-то устаканилось забурлила и вроде бы тебе у тебя пропадает чувство голода ты идешь и делаешь свои дела но тогда это просто машина ты превращаешься в машину по проживанию этого дня я считаю что без любви работа не получится без влюбленности ничего не получится без влюбленности даже ребенка не получится если уж так говорить по-честному он может родиться только из любви и чем красивее чем сильнее это любовь тем красивее он будет вы как бы заряжаете свое будущее этим состоянием своего очарования жизнью любите человека и все такое мне кажется вообще не надо допускать к своему холсту людей после касания которых вам как-то не хочется смотреть на эту работу пусть он лучше говорит пусть лучше рассказывать что надо исправить а исправлять будете вы так будет честнее так будет ваша работа ваше умение ваши усилия даже если что-то не так но это же вы делаете вот сегодняшние вы сегодня был совершенно замечательный трудный день потому что мы много работали было солнце потом ветер потом холодно потом жарко потом холодно погода здесь динамично меняется завтра мы идем на лодочную станцию договорились встретиться на чеховке у кота и там решим может быть на чеховке на которой можно писать бесконечно может быть мы спустимся к лодкам кто-то меня не помню фамилию спрашивал почему я не делаю записи в роликах процесса живописи которую все ждут вы знаете я буду делать конечно же просто не всегда это получается я чувствую себя свободнее когда без камеры пишу потому что я могу делать эксперименты творческие а камера меня немного сковывает поэтому я стараюсь не всегда это делать но какие-то фрагменты я буду хорошо записывать и вам показывать завтра собственно и сделаю игорь гришин 56 процесс важен завораживает результат вторичен вы знаете игорь вот вы например танцуете с девушкой а вот что является в этом смысле результатом когда танец закончится что ли то есть вы нацелены надо надо делать и движение какие-то и закончится я пришел первым к этому финишу да нет танец важен сам по себе он в каждом мгновении важен так и здесь но это же не 100 метров к написание картина где нужно прийти первым это просто прогулка ты идешь вдоль набережной смотришь любуешься видами нет никакого результата прогулка не по времени не надо никуда торопиться ты в процессе ты как бы открываешь каждый с каждым мазком новый мир ты создаешь его он рождается у нас на острие твоей кисточки он рождается все время каждым твоим мазком работа изменяется какой какой тут результат ты просто ловишь мгновение когда когда все сказано когда от энергия перестает течь она как-то сконфигурировалась что все все хорошо все замечательно вот больше не мазка ничего не надо подписи все это на ощущениях вот это и есть писать ощущения написать все заново несмотря на то что ты этот мотив видишь сто раз заново вообще сконфигурировать новую жизнь из того что ты ты еще раз видишь заходите в мою онлайн школу там есть уроки на эту тему поковыряйтесь там в анонсах глядишь что-то и откопаете скидка десять процентов и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»